Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас с темой каждое утро, прошедший день, подвести итог. Такую тему нам посоветовали сделать. Мы послушались и, видимо, совет был добрый. Считай. Номер 28. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 8 января 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Это вот как печать, как клеймо. Везде. Где бы что ни прочитал. Вот сейчас зарубежную церковь там подтянули. Сначала признать акт на колоническом общении, а теперь за кулисы начинает объединение. Ничего этого не было там сказано. Я вот советую вам зарядить их, которые интересуются этой темой, в Google или в Яндекс. Такие Орлов. Орлов. Никита. Рядом Антоний. Я у него жил в Лос-Анджелесе. Он теперь митрополит. Русско-православной зарубежной церкви. Как бы наследие идет. Кто он такой, что такое. Ну, просто увидите. Ему уже больше 80 лет. С чем клеветы всякие слушать. Или Пивоваров Виктор. Архиепископ. Зарядите, посмотрите. Один раз, чтобы маленько иметь представление, о ком говорите. Или архиепископ Тихон Пасечник. Омский архиепископ. Как он пришел. Кто рукополагал. Ну и все остальное. Или Агафангел. Пашковский. Одесса. Митрополит. Вот я назвал 4 хотя бы так. Примерно знать. Прежде чем что-то языком говорить. Потому что за каждое слово перед Богом отвечать. Вы увидите биографию. Википедия там показывает. Эти люди очень известные. Но если приходов более 50 только сразу отошло. И находится у Агафангела. Это что-то говорит или нет. Приходов. Так при том, где они находятся. Это в разных странах. Это обманывает все. Что православие только патриархия. Да ее никто и за церковь тоже не считает. Тут надо быть осторожным. Мы-то признаем. А эти потому что предавали катакомб на истинно православную церковь. Свободные разные названия. Но смысл остается тот. Что не хотят быть вот такими изменниками. Предателями сергианцами. Когда все власти отдали. Это патриархийные грехи. Экуминизм. А дальше я делаю объявление. Что мне передавали модераторы. Администраторы. Ну кто желал. В контакте я не бываю в одноклассниках. А на мне выходят дают вопрос. Они на форум на наш перекидывают. На форум. А я отвечаю. А потом они туда перекидывают. Но теперь у нас эта тема идет. Я говорю всем. Вы заходите на наш форум. Кому надо где-то. Вот допустим. Я просто покажу. Вот. Вот наш православный форум. Вот он какой. Какой день уже существует? 2162 день. Ну то что это не первый день. Ну и сколько у нас тут страниц? 329. Видите сколько страниц. Вот. Пока показано. Это в одной теме только. Вопросов и ответов. Здесь 1800... 1587 тем. Здесь все есть абсолютно. Заходите на наш форум и здесь зарегистрируйтесь. Свои вопросы сюда задавайте. Потом мы это вернемся. Я сейчас покажу. Вот. Сюда что вы переносили. И объявление. Что меня просят составить. Ролик о чем? На какой минуте говорите? Чтобы искать. Тут Николай Коля тут один. Он уже ролика 4 взял. Спаси Христос его. Вы зайдете. Видите. Тут краткое содержание есть. Берите любой ролик. И на меня скидывайте. Где? В моем мире. Как в моем мире. Ну вот это называется система мой мир. Смотрите. У меня там не один лист есть. Страница. Но и многие в шапке. А то есть с голубями там. И которые ставлю мы на YouTube. Вот у нас YouTube есть. Вот. Православный видеоканал. Тут более 4 тысяч роликов наших. Тут очень-очень много всего. Отвечено. И отсюда дальше переносим сюда. Вот они здесь. Здесь и то уже 2200 наверное. Да? 2203. Вот. Сколько есть. Вот. За переказчиком. То есть можете сюда зайти и в личку в них кинуть. Здесь очень удобно. Там про книги спрашивают. И такое. Вот. Чтобы кратко задержали. На какой минуте написано. Когда будете слушать какой ролик. Да и напишите. Как оно есть. Вот. А как это делать. Ну вот я к примеру сейчас просто покажу. Это сверну пока. Это библейский поисковик. Вот. Вот. Тут у меня есть. Где? Сайт наш. Так. Что ты стараешь? Здесь света, стихи. Что-то я не вижу даже где-то тут было. А вот оно. Вот он как делается. Двадцать шестой номер. Вот. Ноль четыре. О чем я говорю? О Николае. Вторая минута. Видеоканал. Дальше форум. И дальше. Сколько минут и секунд. О покаянии. О плотким отношениях. Вопрос. О браке. Вопрос. Видите как хорошо. Теперь. И это все будет отображаться в поисковиках. Вот. Сейчас и пять минут. Сайт во свете Библии. Вот он сделал. А теперь дальше. Коля Николай. Двадцать пятый номер. Вот он проходит. Двадцать пятый. Номер двадцать первый. Вот один человек. И сколько уже переделал. Ну еще человек. Десять двадцать. Подсоединитесь. И ролики эти будут более доступны. Я не могу. Не могу. Ни под каким видом уже. Потому что у меня и времени нет. Это заново надо все прослушивать. Вот какие поступили вопросы. За день. Вот сейчас мы посмотрим. Павел. Русь. Матушка. Да уж. Старость. Непонятно. Надо маленько хотя бы понять. И что он? Он недоволен, что я старый. Или наоборот, что я старый. Однако им подписался под стихотворением. Ну маленько. Чуть-чуть поподробнее. Это три слова. Не знаешь куда. Я не знаю, что отвечать. Или я хотел вам что-то сказать. Если сказать, обличить. В пределах разумного. Старость я не могу убрать. Свою. Дальше. Юрий Соболев. Христианство. Религия исключительной экстравертно-пассионарной направленности. Попробуй догадайся, что он хотел сказать. Ну дальше. Такую наукообразную религиоведческую формулировку вывел из рассуждений предыдущих дней. Там попросим, Юрий, эти слова, постарайся, ну попроще, в скобках хотя бы давать направление какое. Потому что люди иногда спрашивают. Человек грамотный. Ну преподает в академии, в университете, в Красноярский край. И работает при епархии, курсы ведет, изучение Библии. Ясно дело, что... Ну надо маленько пояснять. Таким и только таким мы видим учение Христова на страницах Нового Завета. Все прочие формы и направл... Напластование. Напластование можно отнести к истории христианства, к заблуждению внутри самого христианства. А в чистом евангельском виде оно подвижно открытое, обращенное к человеку и миру, звучащее словом Благовести. Сейчас мне это видится таким простым и естественным, что вся прочая мимикрия под христианство, в кавычках, воспринимается не иначе, как дремущее измышление Басина. Это абсолютно так. Сколько наслоений православия, а только еретики, еретики, на себя взгляните, на свои бревна. И вы увидите, что заблуждений столько-то, и как избавиться от них, выдумок разных, преданий, традиции, слова-то все такие мертвые. Вот окормлять, каноническая территория, воцерковлять, более, кажется, поганых слов даже не знаю. Что попало здесь? Дальше. Без ваших, Игнатий Тихонович, настоятельных и регулярных указаний на Благовестие, как антологический центр христианства, вряд ли бы эта мысль выкрагизировалась у меня. Вот видите как, значит, имеет это значение. А как он познакомился? Я уже говорил, где-то выступал Андрей Кураев, задал загадку, кто самый знаменитый, там, великий, какими-то словами, миссионер современности-то. Молчание в зале. Он тогда называет меня в Барнауле, а этот услышал, потом все мои книги купил, 38 книг. Ну и дальше началась вот эта настоящая дружба идет. Валерий, Одесса, Украина. Видите, Валерия или Валерия, я так и не понял даже. Говорит как бы от женского рода, ну и все. Лет 13 тому назад один пророк, так величали его некоторые прихожанки нашего храма. Но имя и отчество его я не запомнила. Понимаете, 13 лет назад. Видите как, это все по памяти нужно где-то помнить. На мою милостыню просьбу он подал мне милостыню. Евангелие Матфея 25, Марк 20. Глава стиха отделяется двоеточием. От двоеточием, Валерия. И Марка. Лучше вот так писать. М, Р, К. А почему? М, К это бывает и Маковейская. Вот. Вот так. Учитесь правильно делать. Вот это вот уберите и обязательно двоеточием. А если от чего-то с 10 по 15, через дефис, тире. А если 10 и 17, тогда через запятая 10 и 17. То есть этот человек подал ей милостыню. И еще вдогонку. Вижу людей как деревья. То есть это слепой был. Ну, это все из Евангелия. Пришло ей на память. Она не понимала, трудно разбиралась. И вдруг начинает что-то понимать. Все это время я ношу ее и недоумеваю. То есть носит что она там? Милостынюю? Непонятно что. Смотря в течение месяца ваши ролики. И сейчас получим ссылку. Мурахтан. Это я сказал. Тут выступает одна женщина. Вы где-то кто? Желает узнать, как нужно говорить слово? Му. Мурахтан. Ну, так или нет? Михайловище здесь. Вы найдите, она выступает. Я задал всем загадку. Это женщина, там, Карачаева-Черкесия, там депутат какой. И она говорит. Муратхан, по-моему. Муратхан. Вот как мне кажется, так было. Муратхан. Михайлович, зарядите, найдите, посмотрите, она выступает. Дальше. И посмотрев ролик, прихожу к заключению, что тот человек в замечательной шапочке с восьмиконечным крестом впереди. И Игнатий Тихонович Лапкин одно лицо. Дивные дела твои, Господи. С Рождеством Христовым вас спаси, Господь. Ну, даже не догадаешься, о чем говорит. 13 лет в Одессе. Да, я был неоднократно в Одессе. Припоминаю, да, там где-то были у храма, говорили, приходилось. Не знаю ничего, соответствует ли этой действительности. Ну, вот так пишет. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Замечательный разбор рождественской речи патриарха отца Андреем Кураевым. Вот оно, заметьте, как оно написано, вот так, и вот найдите это. Вот даже посмотрите. Игнатий Тихонович, поясните, пожалуйста, следующее. В первой послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих сказано, что Господь не допустит испытания сверхсил. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То есть сверхсил не бывает. А 2 Коринфянам 1,8 говорится о том, что апостолы были чрезмерно отягчены скорбями сверхсил. Цитата. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в невидении, о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. В итоге Бог избавил их от смерти, при том, что сами испытания были сверхсил. Как понять и совместить эти два стиха? Об одном или разном говорится в них? Понятно? Вот это вопрос. И здесь, витильно, так. Вот, допустим, в одном месте говорится, что апостол Павел говорит, что из светости я у меня шел в Дамаск, и у Павла, он два раза рассказывает, и в одном месте говорит, они не слышали, голос его говорит, слышали, но никого не видели. А в другом месте написано, видели свет. Так, противоречие, не противоречие нет. Свет видели, он говорит, никого не видели. А голос слышали, а в другом месте говорит, они не слышали, говоривший голос мне. То есть они слышали голос Савла. А, вот что. А голос, который Савлу говорил, никто не слышал. Вот теперь два места. То есть надо понимать, что, о чем говорится. И теперь я ему отвечаю. Господь не допустит испытания сверх сил наших. Ты? Сверх сил наших, которые у нас есть, крепкие мы, мужественные. Наших, человеческих сил. О! Но потом выясняется, что испытания перевысили наши силы. Тогда переход на Божию силу. Откуда известно? А вот дальше? Тихо. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавил. То есть все, теперь без Бога ни шага никуда. А когда по силам нашим, то тут мы сами перенесли, пытали, обиду не подал, гнали, ну и все остальное. А тут сверх сил. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задорованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарились за нас. А то один ходатай между Богом, человеком, посредник. Со стороны людей много посредников ходатайов. А со стороны Бога один ходатай и один посредник. Даже этого не понимают. Вот баптисты везде пишут. Дом молитвы. С чего ради? Откуда он взялся? Дом молитвы. Молитвенный дом. Дом молитвы это только храм. Даже это такое простое, не знаю, тут все проповедуют и говорят, ищите прежде старствия Божия, остальное приложится. Все одинаково говорят. До патриарха. Да нет этого остального. Остальное это конца крайней, это дачи, это яхты. Написано. И сие. А сие впереди написано, что такое. Пища и одежда. Больше ничего не обещано. Там говорится, смотрите на птиц небесных, как питают, посмотрите на лилии. Ну, маленько-то глядеть надо, не прыгать, как говорится, заезд по кочкам. Юрий Соболи. Благодарю за разъяснение, Игнатий Тихонович. Теперь все в понимании уложилось. Спаси Христос. Я так спрашиваю, я так другим отвечаю. Добрый день, звоните с 3.00 до 17.00 по московскому времени. Это ко мне, который звонит, чтобы это объявление. Предварительно написав в скайп вопрос о том, могу ли я вас принять в это время. Возможно идет другая беседа или другие дела. Псалом 110.00. А тут другой начал говорить, там любовь, любовь, любовь. Ни о какой любви можешь не говорить, пока не испытал страха гиенны. Как Игнатий Бринчинин говорит, начни сначала. А вот любовь, любовь, я уже знаю, что этот человек увлечен язычеством, связан с колдовством или еще что-то будет. Страх Божий, начало мудрости. Венец мудрости, страх Божий. Псалом. 110 стих 10. Начало мудрости и страх Господень. Теперь. Ссылка. Свидетель Иоанн Златоуст. То есть у нас есть вот такой сайт. Вот он сайт, посмотрите какой огромный сайт. Около 50 книг тут насчитал я еще до перестройки. И вот здесь есть звук и видео. Вот, внизу. А если вот здесь нажать на форум, на форуме тебя кинет сразу. Видеоканал, на канал придешь. А вот звук и видео. Вот я его нажал. И сразу Библия насчитанная мною. Повтор нам насчитанная. Архипелаг ГУЛАГ. Иоанн Златоуст. Вот Иоанн Златоуст, 12 томов. Вот я нажал его. Теперь каждый том и один файл. Вот один файл, это столько файлов на первый том. Файл, это 2 часа 5 минут. А одна пленка тогда была 375 метров. Это 8 часов 20 минут. Вот оно сколько. И вот скачивать надо по одному. Никак. И вот этот человек, он пожелал помочь. И ну, как это сделать, удастся, не удастся. И вот он написал. Вот, как запомните, вот это, где искать нужно. Я остановился. Покажи. Может быть плохо видно. Мы можем сделать побольше. Здесь увеличить. Вот. Чтобы сами могли туда зайти и найти. Вот. Смотрите где. И он там как-то сделал 2 папки. Святитель Иоанн Златоуст. 347-й. В 407-й он умер. Дальше. И вот одна пишет. Интересует мнение. Это ко мне письма. Считай. Зеремина Ольга. Вот она как где. Что интересно. Мои недруги. Вот я даю адрес, телефон. Вот это. Они сразу на них кидаются и начинают, как говорится, грязью поливать. Они не грязью. Они просто блевотиной своей все заполоняют. И угоняются за теми, кого я послал. То есть, совершенно антихристы. Демоны какие-то. Даже самые отъявленные враги, коммунисты, кагабисты этого не делали. Вот сейчас они будут искать Ольгу. Где выйти? И теперь, чтобы ее отбить, не дать и прочее. Это во время, когда идет рождественские праздники, святки, не умолкают ни днем, ни ночью. И кто? Это все благословленное по Папе Патриархии. Более злобного отродья на земле нету сегодня. Это мое мнение. Никакой ИГИЛ с ними сравниться не может. У этих целей никакой нету. Преследование не дать свет. А сами, что в церкви делается, за людьми не смотрят. Пьяницы, варьё, блудники, гомосексуалисты, наркоманы. То есть, они не занимаются. Но этот свет засиял. Вот говорю я во Святой Библии. Ужас, что они сейчас делают. Вот беснующийся какой-то легион. Вот это Ольга уже берегись, Еремина. Здравствуйте, Игнатий Лапкин. С поклоном к вам, грешная Ольга. Во-первых, с Рождеством Христовым. Вас и всех ваших прихожан и общинников. И вас. Так что всех-всех поздравляем с Рождеством Христовым. Желаю вам здравствовать и многое лето. А ещё Божьи вам благословения на все ваши дела и намерения. И как грамотно пишет и всё. Я пишу вам по поручению моих друзей. У них нет компьютеров и задать вам интересующие вопросы они не могут. В силу своих религиозных убеждений они не принимают никаких новых документов и паспортов. И поэтому приехать тоже не могут. Куда приехать непонятно. Чего делать, куда ехать? Проехать вообще непонятно. Задать вопросы не могут. Нету компьютера. Понятно. А приехать? Куда ехать? И нельзя. У нас запрещено категорически приезжать к нам. Без особого разрешения. У них есть несколько вопросов, на которые никто не может им ответить. Никто. Ну а почему я должен знать? Я тоже на все вопросы не могу отвечать. Такие вопросы задают. Один за другим ставят. Вчера поставили мне, допустим, 15 фильмов. Дайте лицензию на фильм. Это фильм. Бывает 10 серий. Я посмотрел. Совершенно фантастика. Как матрица. Зачем мне это нужно? Или книги. Книги. Огромные книги. И дают просто чуть ли не библиотеку. Да и в глаза не видал эти книги-то. Ну. Задайте вопрос по Писанию. По спасению. Вот как привели там одного человека. Монах пришел к Арсению Великому. А тот шел через пустыню несколько дней. Знакомый у него там прислушник, который был. И к нему. И он говорит вопрос. Вот как это так? А он ничего не отвечает. Он посидел, посидел. Второй вопрос задал. Не отвечают. Он вышел и говорит. Да, такой путь я проделал. Он ничего не ответил даже. И он подошел. Вернулся и говорит. А вот. Он так далеко шел от отинок-то. Хотел знать. А вы не ответили. Он говорит. Так он спрашивает-то о чем? Спрашивает о небе. Я там не был, не видел. Глаз не видел-то. Спросил бы он как от грехов отгребаться. Как жить правильно и свято? Ну я бы ответил. Тот, когда вышел, пересказал. Тот. У-у-у. Так мне как раз это и надо. Бывает где-то там эфемерное. Блуждай где-то. Он пришел и тогда был. Я не могу. Вот такое. Монашиста приняла. Женит вся охота. Только уснул. И у меня девчата-то все, говорится, голые, да табунами. Как этого. Собачье сердце-то там. Вот так. Ну и как бороться с этим? Он говорит вот так, 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 вот так. Он получил ответ. Вопросы надо задавать по спасению души. Первое. Если Аввакум изгонял бесов из жития его и у академика Лихачева, как он может быть еретиком? Так. Ну вот Аввакум. Какой Аввакум? Аввакум есть Пророк. Есть Архимандрит выступает. И Протопоп. Ну не трудно указать Аввакум. И показать даже фамилию. Все ли знают, какая у него фамилия? Ну я просто вопрос задаю. Потом ответьте, кто будет. Как его фамилия? Узнаете, зарядите, посмотрите. Вот может ли быть еретиком. Внизу я отвечаю на все эти вопросы. Дальше. Изгонял бесов. Ну вот, конечно, здорово. Есть житие им самим написанное. Потом я одно время начинал книгу Жукова Николая. Называется «Огнепальный». Про Попа Аввакума. Дальше. Может, Аввакум был рукоположен не Патриархом и Евом? Ну, нам это уже не нужно. И знать не нужно даже. Но он рукоположен вопреки канонов. Ему не было даже 25 лет. А только что прошел стоглавый там собор. И на нем было еще три раза правило повторено было 25-е, там, кажется, 99-е. Чтобы раньше 30-ти лет не рукополагать. И Никон раньше. А теперь бьются. А оба незаконные. Согласно канонов их надо было извергать. И вообще бы и раскола не было. Ну, что говорить? Кто рукополагал? Да это не имеет значения. Главное, что неправильно рукоположен. Или, может, он был рукоположен раньше, когда тот был еще епископом? В епископе Иов был рукоположен грехами. Да какая разница, кем? Епископ раньше, позже. Он имеет власть рукополагать. Это матка в улье пчелином. Третье. Вы говорите, что не имеет значения, как молиться, двуперстием или троеперстием? Да это не молиться. Двоеперстием, троеперстием не молятся. А изображают крест. Это не... Ну, что мы, руками молимся, что ли? Вызывают к Богу сердцем, душою. Сколько людей шли на смерть за двуперстие? Ну и что, правильно, что ли? За двуперстие на смерть? Да где это есть? За имя Христово, за проповедь, за благовестие. Значит, не знали ни того, ни другого. А так за двуперстие шли. Даже вообще. Даже если руки отрубили, ничего у тебя нету. Нет, а я тебе буду все равно говорить. Как интересно, старобрядцы с неконьянами, принявшими реформу, спорят. А вы берете щепоти, это табак только из кисета берут. Я говорю, сейчас кисета нету. Табак никто не рубит. Сейчас берут двуперстов, вот так вот папиросу держат. И все, старобрядцев отпало. Больше ни разу не слышал. Миллионы людей сегодня курят и двуперсты берут. Двуперсты, это ваше осквернено больше, чем троеперсты. О, а так вот так. Не знали, как там было в Новозеландии, там где мусульманские эти боевики тоже. И кто-то сказал, говорят, они свинью ненавидят. И что делать? Как только убили его. Свинью убивают, в шкуру снимают, его в шкуру эту свиную зашивают и родителям отправляют. Как началась паника. А этого, значит, в рай не попал. Им молодежь вся отхлынула и осталось пусто. Как сейчас говорят этих игиловцев, русские две с половиной тысячи погубили бомбежками. Американцы две с половиной, то есть пять тысяч. Что-то приблизительно. А в это время у них 250 тысяч прибыло, со всего мира бегут. Это ничего не дает. А как? Идея против идеи. Христиане показали, что они неверующие. Вот они теперь и идут. Покаяние, жизнь изменится и игил. Я просился туда, пока ответа-то нету положительного. Я хотел быть с ними. Помочь, чтобы они были другими. В том числе и епископы. Неужели жертва была напрасной, если не сказать глупой? Да. И напрасной, и глупой. Совершенно правильно. За это не надо было умирать. Вы читали книгу Восьмерного о падении Третьего Рима? Не считал, не видел и считать не буду. Мне это не надо. Если читали, что можете про нее сказать? Сказать не знаю. Я знаю, что Третий Рим, падение, это Третий Рим, Москва. Она еще не пала. Она будет сожжена. И поэтому падение Третьего Рима, его и не было еще. Символ веры исправлен уже. Ну вот там, что у них он отбросил Бога истина от Бога. Истина, а Духа Святого, Святого Господа истинного, животворящего. Истинного выбросили. Что, Дух Святой не истинный? Это вообще, считай, просто безумно сделали. На символов веры-то их сколько было? Даже в книге правил, вот старое, смотришь, где-то 6 или 7 символов было. Все, не знали, как правильно выразиться. Так. Пятый, Феодор Студит говорит, что если священник тайный еретик, то таинства совершаются. Ну, так и принимайте. Вот я признаю таинство Московской Патриархии, которое называют вот эти осколки от Зурбежной Церкви, там или называя Антоний, Тихон Пасечник, Агафангел, Виктор Пивоваров. Это все законное рукоположение, законная церковь. На диктат Патриархии не придется здесь уже уповать. Дальше. А Златоуст говорит, что Господь принимает и устремление человека, и зачтет, даже если он не добился того, к чему стремился. Да, за счет много значит. Дальше. Если люди по незнанию, но с верой живут и почитают своих наставников, и не отступают от веры своих отцов, Ну да, надо понять, по слову Божию или нет. Ян Златоуст говорит, смотри, избирай пастыря, не избери волка. Это очень часто бывает. Что если они не выстрелы в церкви, то все равно все в ад? Ну если они не церковь, то Писание говорит мне, в церкви нет спасения. Церковь только там, где есть истинное рукоположение от апостольских времен. Меня упрекают, ну что, а еретики были? Еретики не признавали учения Троицы, баптисты признают. То есть я показываю, как это можно было бы сегодня сделать. У меня программа четкая. Я отвечаю на нее, готов ответить на любом соборе. Дальше. Шестой. Картошову АВ «Историю русской церкви» можно доверять? Ну историю, все вот сколько вопросов по истории где-то. Но есть, которые проверить нельзя. Ну не влияет ли это на спасение? Вот история Хрющевской, Костомаров, Соловьев там все перечисляют где-то и разница. Ну как доверять-то можно на сто процентов? Меня вообще-то не интересует. Я искал долго толкование третьей книги Ездры. Наконец нашел Лопухина. Все толкование о прошлом. Я сразу пропал интерес. Зачем мне это нужно, когда все прошло? Мне нужно знать сегодня, касается меня. Ну и про будущее не забыть. Дальше. По скрипту. Я записал их вопросы. Как мне продиктовали их по телефону? Может я что-то на слух неправильно записал, а то простите меня. Я и сама насчет двуперстия, троеперстия очень интересуюсь. Потому что когда мы двуперстия накладываем на крест, который на своем теле изображаем, то вроде все правильно, кладем на крест Христа. А когда три перста оставим на лоб и на плечи, то получается, что мы троицу на крест кладем. Видите, какие понятия. На крест. Какой крест? На нас ничего нет. Изображаем крестное знамение. То есть неправильно все говорится. На троицу. Да где на троицу-то здесь? На кресте был распят Христос. То есть как будто троеперстиям нельзя молиться, а двоеперстиям можно. И говорят, вот Милетий епископ, это духовный наставник, отец и епископ Яна Златоуста. Я сказать, он когда показал двуперстия, и молния у него, когда доказывали, молния там по залу, и тогда двуперстия закрепили. Старобрядцы говорят, это не соответствует действительности ни на один процент. Милетий не мог это показывать. Не мог. А почему не мог? Да потому что крестное знамение, это было ответ на то, что было в мире. Допустим, первые христиане. Римская империя. В римском пантеоне около 500 божеств разных было. Но христиан, когда выводили на арену, они поднимали перст. Христос рогна, Христос старствует. Бог единый надо было отказать. Едино Божие. Не могли они 500 показывать пальцами. Один. Других нету. Это бесы остальные. Бесам приносятся жертву. Но когда Ария, Ария это первый собор, первый. Когда стал говорить, что нет единосущной Троицы и Христос тварь, тогда вот она Троя. Троица где? Вот Троица. Показали. И тогда у него полыхнул как огонь здесь. Не могло быть двуперстя, потому что еще не было Халкидона впереди. Это что? Во Христе два естества или одно естество? Монофилиты или монофизиты. Вот тогда появится вызов Дуперстя. Тогда появится. Первое это Трои Перстя. Даже тут-то и то не понимают еще старобрядцы-то. Или умышленно все перекидывают. Я ни за то, ни за другое. Я просто говорю. Вызов брошен. И церковь мгновенно ответила. Три. Но когда уже два. О двух естествах заспорили. Теперь показывает два. Дальше. У меня тоже начались сомнения в правильности перстосложения. С другой стороны, огонь благодатный сходит же при таком молении. Благодатный огонь, да. И все святые наши после раскола так молились и спаслись. Молились так, но спаслись ли? Откуда вы знаете-то? Вот это вот перемешано, правда, с выдумкой. И изменения в молитвах все же какие-то подозрительные. Ну и не надо менять. На диверсию, похоже, больше, чем на ошибки перевода. Может и так. Что же это было в нашей истории? Сами мы все в нашей московской патриархии. Вот они находятся, напишет человек, который находится в московской патриархии. Ну вот тут есть у нас вопросы. С уважением к вам и почтением, грешная Ольга. Ну вот мы уже сказали об этом. Теперь смотрите. У меня есть такой снимок. В храме молимся. И подпись. В троеперсии и двоеперсии элемент ереси. Почему? Очень просто доказывать. Притом даже старобрядцы самые спорливые такие и то молчат. Крест мы изображаем Христов крест. Точно чрево, где пуп у тебя, середина лба, направо плечо и налево. Не сюда, а вот сюда нужно. Вот куда показывать-то. А то патриарх все время куда-то туда подмышку сует. Я все говорю, даже Путин правильнее молится. И архиереи все где-то воздействуют, как пуговки чистят будто бы. Ну и что? Да то, что это крест Христов, он вещественный. Я отвечаю, смотри. Вот относительно того, что он бесов изгонял. Матфея 7, 22. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот и все. Бесов изгонял. А делающие беззаконие, Христос говорит, это я делал, а не вы. Это Бог делал. А он, говорит, еще из недостойных, еще из ослицу может пророчествовать. Ну вот и первое к Коринфянам. 2, 13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, изображая духовное с духовным. Я вот для этих слов как раз хотел сказать. Крест вещественный, деревянный, и поэтому на нем распят не Бог. Ян Глатаус говорит, божество бесстрастно. Я говорю про изображение крестного знамени. Не трои, не три, троицы на кресте не было, она говорит. Но и не было Бога-человека, то есть страдал-то не Бога-человек, а страдание-то коснулось человечество только. Значит, о крестном знамении нужно совместить духовное с духовным, телесное с телесным. Вот у католиков, у них так, 4, 2 на руках, 2 на ногах и рана в боку 5. И они пятью пальцами изображают крестное знамение и слева направо. Ты, шедший с неба, воплотившийся, о кресте говорят, на котором о Христе, нас, стоящих по левую сторону, посредством пяти ран твоих, переведи с левой стороны на правую, одесную. Вот это правильно, самое правильное у католиков. Потому что здесь не духовное телесное с телесным. Крест вещественный, нужно вещественное все взять. Тут очень понятно. Божество бесстрастно. Бога-человек, страдал только человек, не Бог. И поэтому, зачем о божестве тут говорить? Тогда и троится в равной степени. Вот ответ. Другой пишет. Андрей Кричков. Я отправил в двух папках разных видов. Известите, если бы у меня получилось, и они вам доступны. Ну вот так. Теперь, Андрей, вот я говорю, что недруги оголтело кинуться и на вас. Известите. Так что берегись. Он просмотрел все, и теперь как-то перекачивать легче. Я не знаю. Просто там будут смотреть другие люди. Дальше. Сергей Игнатов. Дорогие отцы и матушки, братья и сестры во Христе в Крестовозвиженской православной общины. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Помогай вам, Господи, всегда достойно нести свой крест, проповедуя Слово Божие нашему народу и за границей. Ну то есть мы всем проповедуем, мы говорим это. Ну и дальше посмотрим, вот я показал наш сайт, показал нашу Mail.ru, сюда зайдите. А теперь, вот, это наш видеоканал, вот они все здесь стоят. Здесь можете тоже давать отзывы, какие есть комментарии. Ну а теперь посмотрим, это в более ранний период, вчера мало поступило. Это наш форум. Андрей Михайлов, город Торонто. На нашего Андрея Дробота Глуходимова похоже. Считай. Мир вам, хотел спросить, к какому периоду или времени относится текст Исаиша 65, 25. Волк и огненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Так. Если ко второму пришествию, то как? Ведь речь идет, как понимаешь, о земной жизни идет. Если можно, то поясните, как понимать. Это означает, после распятия Христа, когда сошел Дух Святой, вот это все исполнилось. Вот он, лев, дышит огнем, савл идет. А Ананя там трепещет и говорит, Господь, да он столько зла сделал. Все, лев и огненок вместе. Он превратился в Павла. Один человек только мог жалить. Вот который нападает, это змеи. Они невозрожденные свыше, ничего нету. Как бесовское отродье какое-то. Это говорится о сегодняшнем времени в церкви. Какие были люди и как они превращаются. Этот сосуд опускался и в нем разные присмыкающиеся. Такие люди были, гады. По рождению ехиднины, змеи. А делаются кем? Вот так. Влетает, говорит, церковь ястреба, вылетает голубь. Как было показано. Берет черный какой-то ворон, бросил ее в купель. Оттуда голубка белая вылетела. Это епископ Нон. Дальше. Вася Богнюк, Украина. Спрашивал про священника, которого оклеветали. Да, я ему отвечал. Спасибо Господи за поддержку. Спасибо Господи всех живущих в поселке Потеряевка. Ну вот так Украина. Видите, какие благословения. Вот он как считает, стоит. Сергей Соломатин, город Москва. То есть мы отвечали, а он отвечает. Спасибо Господи Вас, Игнатий, и Вашу добрую общину. Видите как. Отец Виталий Садовский, город Харьков, Украина. Отец Виталя. Остались еще на нашей земле истинные островки веры. То есть видно, что расположен. Благодарим, Отец Виталий. Да сохранит Вас Господь. Почему так много в интернете против Вас разных статей? И откуда у них такая информация и такие серьезные обвинения? И почему Вы никогда и нигде не оправдываетесь, если это неправда? Не скажут ли читатели, что размолчит, значит правду оппоненты говорят? Можно же и оспаривать чужие доводы. Можно же оспаривать. Я уже ответил. Дело в том, что я уже ответил. Я не молчал и все это ответил. Ну, два раза ответил, три раза ответил. Ну, дальше мне уже замечание делать. Вы одно и то же повторяете, как-то отсылаете к материалам. Понимаете как? Ну, все желающие жить в благочестиве во Христе Иисусе будут гонимы. Написано. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, Измаил Исаака, так и ныне. Это значит, мы стоим на правильном пути. Все эти враги, которые нападают, все они подтверждают. Мы стоим на истинном пути. Их никто не гонит. Они могут только лаять вокруг, бегать, поносить. Это их участь. Они избрали, добирают меру. И когда-то наступит момент, добирают. Они все противятся. Александр Пестов, город Вятка. Центр гуманитарных программ и социального служения. Доброе сердце. Здравствуйте, Игнатий. Спасибо большое за информацию. Дмитрий Терехов, город Уфа. Народное радио. Тут еще что-то говорят. Сисирия, сестра моя. Дорога к храму, многодетная семья молевых. Спасибо за ответ. Это моя семья. Мы православные по вере, по делам грешники. Помолитесь о нас, честный отец. Да помилует Господь и поможет вам для спасения души. Дальше. Андрей Михайлов, Торонто. Мир вам хотел спросить, к какому периоду или времени относится текст. Я отвечаю. Вот это. А теперь, смотри. Речь идет не только о вечности после всеобщего суда, но в аллегорической форме и в наше время. Во времена евангельской проповеди, то есть тысячелетнего царства. Оно началось на Голгофе, в воскресении Христа. Вот некоторые говорят, я сейчас даже маленько покажу. Тысячелетнее царство. Чтобы узнать, что еретик, еретиков очень просто. Иконы это идолы. Дальше. Не надо рукоположения никакого. И тысячелетнее царство. Вот оно как. Смотрите. Тысячелетнее царство. Христос воскрес. Вот черта. Здесь держи так. Сатана скован на Голгофе. Это евреям 2.14. Решил силы имеющего державу. Вот здесь вот пришествие Христа. Что это? Всеобщее воскресение праведных грешников. Одновременно воскреснут. Вот это Сатана скован на Голгофе. Тысяча лет это царство евангельской проповеди. Не тысяча, а две тысячи. Это один раз. Всеобщее воскресение праведных грешников. А за три с половиной года царство антихриста. Время скорби. Сатана освобожден. Вот начало тысячелетнего царства. Что означает? А здесь страшный суд, восхищение церкви. Все это в последний момент. Вот как. У сектантов тысячелетнего царства все абсолютно неправильно. Вот ответ. Дальше. Буквально это выражено, что все будет и во всем, как и в раюдах и грехопадения. Римляна 8, 21. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу, славы детей Божьих. Ну теперь про Ананию и Савла я ответил. Еще. Верующий становится сердцем ребенка, простирающего руку на гнездо змея, на учение безбожества. Марк 16, 18. Будут брать змей, если что смертоносное выпьют неповредитым, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Матфей 18, 3. И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Ну надо быть как дети, там ребенок простет руку на гнездо змеи. Денис Ветров, город Одесса. Здравствуйте. А есть ваши книги в аудио варианте? Ну, вот он спросил, смотрите, я сейчас показываю, вот он, смотри. Вот написано, на нашем сайте все книги и издания мои. И вот я наткнул на них, вот, вот Новый Завет, трехтомник с откровением. Впервые за 2000 лет вышло в одном, с откровением толкования, полностью поблаженном пифилакту. Открытым оком, вот, 30 в бумажном варианте, а 3 тома у меня выставлены только в интернет-навеснике. Истинно православие, вот они книги, краткое их содержание. А это сборник стихов. 4 тома у меня, стихотворение по 800 страниц. До одной строчки заполнено. По 9 четырехстрочных куплетов. И у каждого стихотворения, эпиграфы, 1, 2, 3, 4. Воспитание воспитателей. Беседы с сектантами. Симфония на життя святых. Вот все здесь есть. Где есть? Пожалуйста. Где? Воспитание Библии. Название православный, библейский сайт. Ну, в гугл зарядите, там, и все это откроется. Да. Посмотрим, что еще в аудио варианте. Ну, мы показали уже. Вот так. Андрей из Торонто отвечает. Значит, в Новом Иерусалиме, откровение 21, будет как в Эдемском саду. Некое подобие земной жизни? Спасибо. Вот так. Ну, это Писание, говорит. Я Писание подтверждаю. Вопрос. Почему так много в интернете против вас разных статей? И откуда у них такая информация? Ну, хорошо. Дальше читаем. Понятно. Отвечу словами отца Андрея Кураева. Игнатия Лапкина я знаю. Он приезжал. Вот я сижу. Он здесь был. И книги мои все приобрел. В его книгах Московская патриархия подвергается жесткой критике. Поэтому отношение к нему священников объяснимо. Но то, что делают православные из Потеряевки, дело благое. Это замечательная практика сама по себе. И очень редкая. До сих пор я слышал лишь о миссионерских пикетах, которые устраивал в Москве отец Даниил Цисович. Видите, у него выразило еще там Сарионов, там Антео. Сейчас все это ушло. То есть хулиганство одно. Вот которое на меня нападает. Самое хамовитое, самое бессовестное. Просто жутко. Это те, как-то связанные с Даниилом Цисовичем. Чем связаны, я не знаю. Видимо, у него это где-то было. То он старобрядцев громить пытался, но для меня он священномученик. Одинаково они все вот эти, которые нападают. То с Кызыльской епархии какой-то выскочил там. Епископ Домодедовский Евтихий рукоположен в зарубежной церкви и, несмотря на свой подмосковный титул, живет и служит в Сибири. Он окормляет общину Игнатия Лапкина, одного из самых ярких апологетов православия и критиков патриархии. Вот только... Несколько писем. Только одно из трех писем мне 11 октября 2013 года. Юрий Соболев. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович, узнал о вас и о вашей общине от отца Андрея Кураева, который называл вас, в кавычки открыты, самым выдающимся проповедником России. Это еще когда Андрея не трогали, когда профессором был. Он вообще высокого мнения о вас. Как много открывает Господь наш Иисус Христос через ваши проповеди. Последнее время в семье большинство моих фраз начинается со слов. Лапкин в проповеди сказал. Лапкин пишет. Ну, в проповеди. Понимаете, в проповеди я говорил, ну, в субботу две проповеди, в воскресенье две проповеди, а все праздники. Вот посчитайте сколько. Каждая проповедь, ну, около 25-30 минут. То есть у меня здесь выставлено 1300 проповедей только. И потом я раз, прекратил, сейчас только проповедую в Дании где-то. Если в Америку поехал, в Грузию, там, в Португалию, где бывает, попросят. Дальше. Хочется встретиться с вами лично. Услышите златоустные, в кавычках, проповеди живьем. Но, увы, занятость пока не позволяет. Скажите, как можно посетить вашу общину? На каких условиях? Я преподаю философские дисциплины в университете, в том числе религия ведения, истории религии. Очень помогают ваши лекции и книги в работе, в полемике с сектантами. Игнатий Тихонович, как и где можно приобрести весь комплект ваших книг? Ну, то есть я перестал. И дальше. Однажды московские комсомолец на Алтае написали заказную статью против меня. Во всей статье допускается грубейшая ложь и 47 раз неправда. Статья снабжена рисунком, где стоит черт в маске, сложивший по сектантской руки. Дэфидяев рисунок А. Курдюмова, МК на Алтай, 27-го, 0-5-е, 3-е, 0-6-е, 99-е. Дальше. Был суд, и они заплатили за кривиту. Но так как дело казалось закрытие детского лагеря Стана, где я начальник, пришлось и на суде им побыть, и были биты недруги. Заплачена сумма за статью и за рисунок. Так, дальше. И таких процессов было три и более, и всех я их выиграл. То есть я не молчу, я отвечаю иногда. Как они изворачивались, как лгали, как с местного ГТРК Алтай, но никакие адвокаты им не помогли. Разметал Господь все сон межи окаянных и оклеветавших. Они мямлили, что это их сугубо личное мнение, что они ничего не утверждают. Как учит таких дворкин говорить. Решение судя Сухарева ТП, заседателя Евсеева СП, Митрофанова ВМ, секретарь Малахова МБ, исковые требования Лапкина и Игнатия Тихоныча удовлетворить, в частности, признание несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Лапкина в газете МК «Налтай» 24.06. Установил очевидность творящегося там беспредела. Антисанитария, побои, кликушествующий проповедник, признанный несоответствующими действительности. В газете МК «Налтай» 26.06. выражение предписание СС... СС — это санэпидемстанция. А, полностью игнорировал. Антисанитария в лагере была отчаянная. Не соответствует действительности. Обязательно опубликовать на той же полосе опровержение. С ЗО МК «Регион» 5000 рублей взыскать, пользуя Лапкина и Игнатия Тихоныча. С ЗО МК «Регион» госпошлину в размере 1000 рублей. То есть, если бы у меня была должность такая, как у Лужкова, то в ней 5000, это у них такой закон, 500 тысяч было бы. 13 июня 2001 года судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда под председательством Чубукова СК вынесла определение по делу номер 33-84 решением суда Октябрьского района 13 марта 2001 года судью Козловой НПА СК Лапкина удовлетворен частично. То есть, я передам и пересуд. ЗО МК «Регион» взыскана в пульс у Лапкиной компенсации морального вреда в размере 1500 рублей. Дополнительным решением Октябрьский районный суд города Барнаула, руководствуясь статьей 205 ГПК РДРАС, решил записать регион, опубликовать в газете МК «На Алтая» опровержение, в котором указать, что рисунок, изображенный художником Курдюмом АВ, на котором изображен черт, в правой руке которого плеть, а в левой руке оковы и наручники со сложными руками и надписью над головой «Община Отца Игнатия» не соответствует действительности. Лапкин Игнатий Тихонович никакого отношения к сатанизму и девалопоклонникам не имеет. Лапкин Игнатий Тихонович является человеком с углубоко верующим, проповедником зарубежной православной церкви, старостой креста Воздвиженской общины. Краевой суд определил и вынес новое решение признать сведения, опубликованные в газете МК «На Алтая», а именно Лапкин Игнатий Тихонович является пасторем-посредником. Лапкин Игнатий Тихонович небезуспешно судится с прокуратурой железнодорожного района. Лапкин Игнатий Тихонович напористый настолько, что его родной брат отец Аким, в миру Аким Тихонович Лапкин, священник Потеряевской церкви, даже собирается уехать из Потеряевки. Говоря, что жить там, точнее уживаться, становится все тяжелее. Вплоть до угроз проколоть шины автомобилей родственников и знакомых. Священнику из Рубцовского района Илье Бутырину понадобилась целая неделя жизни там, чтобы сделать однозначный вывод секта со всеми вытекающими последствиями, недействительными и порочащими честь и достоинство Лапкина Игнатия Тихоновича. Взыскать за ОМК на Алтае в пользу Лапкина Игнатия Тихоновича компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей. Ну, а главное, приехал в Бутырин священник, это приехал из харизматов один, и был только одну ночь ночевал, а то неделю, священник. Ну, абсолютно совершенно бред. Бред. Вот этих вот, а дальше ОМК на Алтае, а головной это в Москве, а теперь я написал в прокуратуру, и Москва там уже взялась за них. А они не платят, я снова написал о них. Конфисковать все там их компьютеры, и все, они мгновенно мне выплатили. Теперь звонит ГТРК, сегодня в три часа дня будут опровержения давать по телевидению. Вы знаете, как нам программу ломать? Я говорю, так вы не делайте, нас никто не спрашивает, уже вынесено решение. Я пошел, правда, титрами идет, объясняет. То есть полный разгром был. Дальше. Но если дело касается интернета, то кто пишет и что? У них ни имени, ни места жительства. Безобразничать можно до страшного суда. Там будет расчет за все, что сказал язык. Ни одного обвинения нет истинного. Святой Иоанн Златоуст доказывает, что из-за этого нужно было благодарить Бога, что я и делаю. Они выравнивают на весах чашу похвалы и хулы в мой адрес, чтобы не превозносился. 2 Коринфянам 12.7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоти. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Вот так. Речь идет о наших гонителях, еретиках, блаженных теофилах, кавычки открыты. Под ангелом сатаны и жалом кол стрела. Некоторые разумеют головную боль, причиняемую дьяволом. Но это неверно, ибо тело Павла не было предано дьяволу. Напротив, сам Павел скорее повелевал дьяволу и назначал ему границы, когда предал ему блудника во изможденной плоти. 1 Коринфянам 5.5 Ну ладно. И он не приступил положенных ему границ. Что такое сатана? Противник по значению еврейского слова. Итак, ангелы сатаны суть все противники. Александр Кузнец, Именей, Филит и все угнетавшие Павла и причинявшие ему зло, как совершавшие дело сатаны. Посему смысл его слов таков. Бог не допустил моей проповеди преуспевать в безопасности и трудов. Вот почему. Чтобы Яник возгородился тем, что удостоился многих откровений. Почему же он говорит, что ему дан был ангел сатаны, а не ангелы? Потому вероятно, что во всяком месте находился один противящийся и возмущавший народ. А остальные следовали за ним, как за предводителями. Вот на меня тоже. Какие-то выступают, какие-то там фамилии перечислять даже не хочу. Легион буквально. И все как-то с миссионерским отделом связано. Да вы не нюхали никакой миссии. А что, как правило, часто причащаются. Я уже знаю, патриархийные все, ниоткуда не нападают. Часто причащаются, не готовые. Смысл не в причащении сейчас там. И они как бесноватые. Одинаковые слова говорят, одинаковые выражения лица. Все как под копирку. Почему? Одержимость бесовская. Беснование. Один в Америке там беснуется, другой здесь где-то. Просто безумие. Или же, что еще вероятнее, самую вещь или противление проповеди и несение опасности он назвал ангелом сатаны. Кем же он дан был? Бог попустил ему, говорит он. Ибо такой смысл... Ну и дальше говорит, что, прочитайте просто. Второе, корейственное толкование блаженного фифтилакта. Я отвечаю. Сегодня самые большие препятствия для проповеди оказывает епископ, рожденный свыше. И леность пастырей, их невозрожденность, нелюбовь к Богу, и к слову его, и нелюбовь к людям. Потому что все понимают, московская патриархия это огромная секта. Секта безбожников, нечестибцев, гомосексуалистов. Какая там благодать? Все говорят-то. А я говорю не так. Я говорю, пиратцы захватили корабль, надо работать, трудиться. Там благодать, там есть разные люди. И поэтому указаны недостатки, а они понимают, что это не баптисты им не укажет никто. Я указываю на основании Святой Библии, на основании канонов, на основании жития святых и патристики трудов святых отцов. Вот четыре параметра. А остальные-то их не трогают. Через меня это идет. И они угрожают. И по записке там подбрасывали мне. Убить. И даже нападают на нашего митрополита сейчас. Они за то, что он у нас служить приезжал три раза. И всех канонов он нарушает. Он говорит, такое впечатление, что они вас убить хотят. Действительно так. Почему? Потому что они прищищаются. Исповедовцы прищищаются, исповедовцы прищищаются. Дальше. Второе коронавирусное 12.10. Ну и дальше пояснение говорится. Вот какие. Лука. Лука 6.22. Первое Петра 4.14. Филиппийцам 1.29. Второе Тимофей 1.12. По всей причине я страдаю. Так. Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он сильно сохранит залог мой на он и день. Знаю, потому что... Потому что вам дано вроде хрисовства. Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Первое Петра. Так. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны. Блаженны. Ибо Дух, слава Дух Божий почивает на вас. Теми он хулиться, а вами прославляется. И дальше Лука говорит. Блаженны. Когда вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас? Отлучат. А кто у вас епископ? Кто епископ? Так он нас бросил. Видит волка приходящего наемника и бросает. Какая вина отары? Он бросил. Так вы к нему обращайтесь. Почему ты бросил? А он передает. Куда он будет передавать? Куда передавать? В концлагерь? Он передает. Да в истории церкви этого не было. Что в другую юрисдикцию епископ невиновных скидывал. Нету. Вопрос это к ним. Не к нам. Мы стоим на месте. Мы можем перейти в любую юрисдикцию зарубежную. Которых сейчас только здесь 13. Мы никуда не идем. И таких общен только две наши. Наша сила сидеть спокойно. И будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестное. Это сына человеческого. Денис Ветров, отец, здравствуйте. А есть ваши книги? Есть. Дальше. Денис Ветров, город Одесса. Мне ваше видео про бороду понравилось. Я через него и познакомился с вашей деятельностью. Я сейчас стараюсь отпустить бороду. Что не просто в наше время. В скобках девушка, родители, духовная слабость и так далее. Я их постепенно подготавливаю. Сначала маленькую, без усов отрастил. Потом немного больше. Теперь с усами уже. Вот как еще. Поэтапно. Парень, которого вы отчитывали на видео за то, что он бороду хотел подправить на один сантиметр. Остался с вами? Нет. Он уехал сейчас в Москву. Он заканчивает университет медицинский. Там познакомился с девушкой и готовится к женитьбе. Хорошие отношения у нас сохранились. Это Плотников Василий Дмитриевич. Я видел фото с потерявки. Там не все носят бороды. Не порченные бритвы. Все до одного. Все. Нигде не подстригают ни усы, ни чего. А то причастие там мешает. У нас этого нет. Не разрешается. Все до одного. Это молодежь. Первый раз увидел ваше видео в одной из групп, посвященной любителям бороды. Ничего. Светская группа. Есть фото с бородой на разных этапах. Могу выслать. Но свежего нет. Сейчас на метке будущей бороды с усами пока не отросла. Трогаю только щеки немного, так как плохо там волос растет. Но последствия планирую целостно отрастить. Вот такое, чтобы по частям вот так вот. Я говорю, смотрите, а почему ты борода отпустил? Я говорю, посмотрите по возрасту. Фриде Хенгельс. У него-то чуть впадинка, видать, где рот. Не тронутся совершенно. У Карла Маркса поменьше. У Ленина клинышком. У Салина усы. А за ним идет Хрущев. Уже и на голове ничего нет. Ну и что? За кем нам смотреть-то? Продолжение, Денис Ветров. Из православных групп я администрирую только... Ссылка там. Дальше. Эта группа посвящена схиархимандриту Ионе Одесскому. Царствию ему небесное. Ну мы у него были, жили, ночевали у Иона Одесского. Хороший человек, действительно. Были знакомы с деятельностью батюшки? Да. Сейчас на его могилке крест благоухает. О, пошло. Ого. Крест благоухает. Благодатный огонь. Я в это не верю. Просто не верю. Он благоухает, но и пускает. Это еще ни о чем не говорит. Как комиссия сказала, это могут нам и демоны, говорит, все подстроить. Это вы Ветхий Завет начитали? А я не обратил внимания. Я с этого сайта Новый Завет скачал и слушаю иногда в плеере. Надо будет и Ветхий Завет тоже прослушать. Так не просто Ветхий, а с не каноническими книгами. Зайдите, у нас в аудио стоит. Теперь обязательно ваши озвучки, если что. Понятно. Так или сказали? Слышали, встречались, благословлялись, вместе молились. И у него ночевали в келье. Ну, это все, которое у нас есть Денис Ветров. Посмотрите, если у вас будет время, это видео с отцом Иоанной. Батюшка затрагивает вопрос чипирования тоже. Вот часть беседы с батюшкой, где его про чипы спрашивают. Отец Иоанн Одесский, беседа со старцем, часть 5, 7, 17. Он тоже говорил, что электронный паспорт это еще не печать. Но сказал, что верующим, людям, его лучше не принимать. Правильно. Если только принуждать сильно будут, и угроза жизни. А вот о чипах он более строго отзывался. Парень, которого вы отчитывали на видео за то, что он бороду хотел подправить на 1 см, остался с вами? Нет, его нет, он уехал, я говорю, в Москву. Опять спрашивают, все ли носят бороды по Теряевке. Ну, так дальше. Ответ. В воскресенье у нас в Трапезной проходят занятия по изучению Святой Библии. И он вот пришел тогда. И там вы можете увидеть этого юноши Василия, студента медуниверситета, которому я объясняю, почему он решил укоротить бороду. Это было уже после той первой беседы. И еще несколько бесед, в которых мы вместе с ним готовим занятия. Потом ролик, где он делает операцию. Моему голубю. А вот то, что вы видели, что у нас по Теряевке будто бы не все носят непорщенные бороды. Так это вы видели на праздник приезжающих к нам по нашему приглашению и разрешению бывших жителей нашей деревни. Да, это они к нам не относятся. Они просто гости на день. Тут и глава сельсовета, и глава районной администрации. У нас все до единого носят совершенно непорщенные бороды. А если таковые были бы, то были бы они среди оглашенных и стояли за дверьми храма. Елена Шульга, город Кастанай. Ну и как. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, венчальные иконы, когда на стену вешать, нужно, чтобы какая была справа, а какая слева. Так можно? Или наоборот? Ну наоборот. Интересно. Я веду занятия в университете. У меня стоят Христос, с одной стороны Божья Матерь и икона, и Никола Чудотворец. Записка. Вы неправильно, переставьте. Я говорю, я переставлю, но выходить уже не будете. Переставил, тот человек не стал ходить. Через неделю один говорит, нет, неправильно у вас стоит. Надо так. Я говорю, я переставлю, но выходить не будете. Я уже знаю. То есть, я удовлетворю, но вас-то не будет здесь. Про иконы. Какая слева, какая справа. Ответ. Ответ даю не на день. Это не имеет совершенно никакого значения. Берегите и храните брак. Евреям 13.4. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и пролебодеев судит Бог. Елена Шулга, город Кастана. Это они же. Спаси Бог. Видишь, он ответил. Марийка Крылова, город Рязань. Ну, тут что-то она смотрит и говорит. Здравствуйте. Можно вопрос по ролику? Это священники у нас там в Патриархии. Вы говорили о трех составляющих. Две я поняла. Про свет и про очищение. А третий нет. Можете объяснить? Про свет. Я не понял вопроса, наверное. Дальше что? Вот это ответ. Да. Пришлось прослушать заново весь ролик. Так, я же там и говорю, что это взято из вот этого места. 1 Иоанн 1.7. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Крыловая Рязань. Да, знаю это место наизусть. Но нахожу там только два пункта. Первый, если ходим во свете. А второй, кровь его очищает нас. Нет, имеем общение друг с другом, написано. Общение. Дальше. Алия Питерская. Спасибо вам большое за ваш труд. Раиса Локтина. Город Болгород. Спасибо, Христос. Очень рада таким добрым людям. Доброе дело делайте. Помогай вам Бог. Всех благодарю за хорошие отзывы. Любаша Носова. Город Черкесск. Спасибо огромное. У вас много интересного. Особенно впечатляют записи с детьми. Очень здорово. Аня Жбековская. Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Скажите, где вы увидите, какие книги вы написали? С уважением, Елена. Страница принадлежит моей племяннице. Она разрешила ей вполне пользоваться. Здравствуйте снова. Я смотрю записи с канала «Восвете Библии» на Ютубе. Спасибо за них. Ну, теперь я говорю, какие книги. Это все у нас там есть. Какие книги. Но цены другие. Цены другие. Юрий Баранов. Город Кишинев. Христианин, но не православный. Приглашал на викторину по Библии. По результатам викторины выявляются победители. Ответ. Отвечен отказом от приглашения. По причине невозможности так быстро отвечать, как там отвечает. Кто вперед, тот и выиграл. Юрий. Будут и вопросы, требующие опыта. Есть возможности всем проявить знания. Ответ. Отвечен отказом, так как позднее время. Юрий. Очень жаль. Каждый воин божий, в кавычках, на счету обильных благословений вам божьих. Ответ. Посмотрите наши беседы с мусульманами. У меня в видео. Юрий. Благодарю обязательно. Это должно быть не совсем обычное видео. Сейчас доразошлю приглашение и взгляну. Через полтора часа Юрий пишет. Любопытное видео. Посмотрел внимательно от начала и до конца. Мне импонирует дискуссия с инаковерующими. Надеюсь, что подчеркнули для себя нечто из вашей манеры общения. Да, будет благословен ваш труд. Ответ. Будет время. Смотрите другие видео на Ютубе. Юрий. Обязательно. Спасибо за ваш труд во имя Спасителя. Я именно на Ютубе и смотрел ваши видео с Самирой. Гулы, правда, там даже не слышно. Юрий. Хорошо. Посмотрю обязательно. Я не лукавил, когда написал, что посмотрел сюжет с удовольствием. Сейчас буду уже готовиться к викторине вплотную. Ведь я провожу... Ведь я провожу. Ведь я провожу. Надеюсь, что когда-нибудь раз в другой и вы сможете приобщиться к моему такому служению. Поучаствовать в викторине по Библии. Никита Скобей. Спаси Господи. Бог помощь в вашем благом деле. Ну вот на сегодня все. Какие сзади у нас были события. Какие люди говорят. Помолитесь, чтобы вот этот легион демонических сил не погиб. Это все-таки люди. Я прошу, чтобы в судный день Бог им не поставил в вину этого. Что они делают? Они одержимы. Ненавистью, злобой, клеветою. Конца края нет. Да благословит их Бог. Сейчас рождественские дни. Святки называются. Доставляем каждый день вот такой вот. Это уже завтра будет стоять. Если Господь благословит. Это еще-то на ладони он. Улыбку. Глаза улыбка. Это улыбка? Да. А, вон как он. Видишь, веселый парень-то какой. Галстучик какой-то. Ну, во славу Божию все. Благодарю, Никита. Володя, что снимал. Спасибо.